Давно не было видео по машине Как-то не занимался, ничего не делал Да и стыдно грязную машину показать Потому что совершенно руки не доходили Делаю проект длинный, поэтому ничего больше не охота А тут помер клапан передней правой пневмостойки Пневма полностью регулируется и все хорошо Но она не регулируется в жесткости Просто желтый значок на приборке горит, но все работает Прозвонил всю фигню Вот клапан С фишками совсем все в порядке, а обрыв нашелся вот здесь Кое-как увидел, что вот здесь провода вылезли И потянул за него Вставил щуп непосредственно в провод И долгожданное сопротивление щупов А так идет он Через резину мою муфту в салон Вот там выходит, вот этот розовый провод, оборванный сверху Здесь килограмм проводки Потом идет вот сюда Вот этот розовый проводок Сюда И наконец-то доходит до блока управления прямой подвески Наверное, все-таки напрямую проще было пустить Но машины проектируются по принципу конструктора Из соображений удешевления стоимости производства уменьшения Поэтому не до таких оптимизаций Отдельный жгут проводки этот стоит 7 тысяч Ну или с Алиэкспресса 5500 Сейчас придется здесь заматывать Провода все в оксиде Причем не зеленом, а коричневого цвета Хотя изоляция была герметичной Непонятно, как туда попадал кислород для такой коррозии Финальная проверка Да неужели Все-таки, значит, здесь был обрыв Когда только-только разрезал резинку Ткнулся щупом через изоляцию вот в этом месте И думаю, да что ж такое Ну А обрыв был чуть-чуть дальше Вот сюда надо было тыкаться Провода от фирмы Снапкабель Высочайшего качества И стоят копейки Потому что это производитель продает Ну, а за исключением МГТФа, конечно Который стоит очень дорого Вот это стоит полторы тысячи 20 числа апреля На улице плюс 2 градуса Несмотря на то, что солнце светит Все для комфортной жизни Так как провода Окисленные То Облужатся вуз Большим трудом Тут хитрый кислотный флюс У которого Кислота при нагревании Выдыхается Вот такой Но не больно-то он помогает Облудить Это моя первая неисправность проводки Не считая проводки К вентиляторам спереди Поэтому Поэтому так много ерундой занимался Надо было сразу сюда смотреть В подвижные места Потому что это просто мистика Если бы где-то Внутри провода Ну, где-либо брак Заводской Не то Возможно, что Если бы Не колхоз Тормозных механизмов Это уськи У которых неправильные кронштейны Из-за чего приходится крепить Этот жгутик Хомутом То он выжил бы При завороте колеса И еще один недостаток Неправильных кронштейнов Это то, что стирает Тормозные шланги Поэтому Я их буду переделывать Конечно, я хотел сделать это Еще пять лет назад Когда тормоза ставил Но Клешни так и не дошли Так и ездил С этими колхозными кронштейнами АТ-8 На самом деле Шланги стираются Совсем не из-за колхозных кронштейнов И провод Тоже не из-за этого порвался А из-за того, что Зимой Залез в сугроб Машина Упала на дно Вывесились Колеса передней оси Просто порвались в снег Так, как будто Передняя часть На домкрате поднята И Видимо, при этом Натянулся От снега Провод справа Так, что Один из проводков Порвался Потому что С левой стороны Шланг не трет Так сильно его стирают Только с правой стороны Ну и это Шланги плохие Неудачные Поставил Они очень жесткие И Работают на изгибании Не по всей длине Как должны А только в узком диапазоне Ну отсюда его Плохо гнет дугой И он Задевает Заколесный диск В крайних положениях Проблема усугубляется Тем, что у меня Передняя подвеска Она не то, что Умерла Она уже В зомби Превратилась То есть Там Стальные блоки Сверху полностью Разорваны Вообще Как ни странно На все виды Тормозных конфигов У Audi А6 С6 Тормозные шланги Одной и той же длины Изолента Коропласт Высочайшего качества На автодоке Стоит около Тысячи Ну как-то так Рублей за Моток А на озоне Стоит недорого Так я этой изолентой Все мотаю Уже Больше На подсторонние вещи Извел Чем на машине На воду И плевать Она никогда Не расслаивается Ничего Самое сложное Это вот эту штуку Поставить Тяжело Кронштейн Ставить Потому что Надо сильно Не сгибать Чтобы он туда Влез На эти штифты Насадился Здесь пока Сделал вот так Ничего с ним Не произойдет Я думаю Теперь осталось Вот здесь Замотать Как было Пожалуй Хватит Сделать С собой На этом Я пойду Поеху Немного вот здесь такой маленький хвостик с которым мы всегда мучились при установке обшивок стоя крыши оказывается его можно легко первым снятие и не мучиться так он идет здесь рекомендуется сначала снимать дефлектор потом искать защелки вот эту обшивку выдергивать по моему гораздо проще сразу же ее снимать вместе с дефлектором достаточно завести съемник вот и все и дальше она вот у нее защелки дальше она падает вниз ну и ставится обратно также все остальные панели снимаются настолько просто что нет никакого смысла это показывать на видео вот это просто отдергивается вот так без усилий и приподнимается вверх разъем отсоединял поэтому куча обрывов а вот вот-вот была ошибка переднего права сейчас надо проехаться слышно сейчас было дребезг цепи пора менять уже какого черта все подключено должно быть опросил память неисправности эта штука говорит мол датчик частоты вращения колеса нелогичный сигнал конечно нелогичный учитывая что я забыл воткнуть разъем в общем нельзя просто так взять и при сборке не забыть все воткнуть все ошибок нет наконец-то почему-то софт не помню или сейчас перестал стирать или и раньше не стирал не стирает ошибки записаны в блоке про линия двигателем все подвеска заработала нормально все подвеска все подвески все подвески